Ощутимые на несколько километров последствия. Город после перекрытия водопроводной стал быстро искать альтернативные решения. И вот к чему все-таки пришли. С 13 февраля на участке от итальянского бульвара и до водопроводной организовали двустороннее движение. Транспортники пересмотрели схему перекрытия из ремонта новощупного ряда. Дорога разделена пластиковыми блоками, наполненными водой. В крайней полосе сферы парковка станет невозможной. Хотя знаки о запрете там и до коллапса стояли. Как и в прошлом году перекрыли две полосы движения в сторону из центра в сторону Таирова и Черемышек. Так как в прошлом году это была канатная, в этом году это водопроводная. И снова все встало. Но в отличие от прошлого года у нас здесь есть решение, можно временно пустить одну полосу движения вокруг Старостенной площади, что и было сделано. Сегодня вечером посмотрим показатели, но я думаю, что пробки точно уменьшатся. Схемы движения в объезд разрабатывают те, кто занимается ремонтом дорог. То есть это должны были сделать они. Но как вариант, мы в этом году закажем транспортную модель города. И у нас будет полностью компьютерная модель всех улиц. И мы сможем на компьютере видеть, что будет происходить в случае перекрытия. И перед каждым ремонтом можно будет понимать, что будет происходить и думать, что с этим сделать заранее. В мэрии просчитывать все наперед пока не привыкли. Но решение о изменениях передвижения вокруг Старостенной относительно быстро поддержали. На автостанции к таким переменам отнеслись без особой радости. Из-за перегруженности дорог рейсы задерживались на 10-20 минут. С одной стороны, да, хорошо, потому что часть рейсов, которые у нас заходили со стороны либо Екатерининской, либо с другой стороны, там с Решильевской и так далее. Да, у них появилась сейчас надежда нормально проехать, заехать на автостанцию. А с другой стороны, утренние пробки, к сожалению, ничего хорошего в этом не принесли. Где-то начиная с 8 утра и вот практически до 11, здесь были ужасные пробки. Отмечу, что в связи с перекрытием водопроводной, с началом второго этапа реконструкции новощупного ряда, в вечерний час пик автомобили по несколько часов стояли в пробке. Хоть водители к такому жизнь периодически готовили, но красная линия на карте, сообщающая о загруженности дорог, по всему району оптимизма не добавляла. Реконструкция новощупного ряда стартовала в мае 2020 года. Тогда на ремонт «Роздорстрой» получил около 160 миллионов гривен. Первый этап по плану был закончен 12 января. И уже через пару недель «Деситов» ждал подарок в виде затрудненного движения. Сначала реконструкцию планировали закончить до лета 2021 года, но пообещали ускориться. На участке планируют обновить водоснабжение, канализацию, газопровод, энергоснабжение и наружное освещение. Закончить все работы пообещали в апреле. Ну а пока у автолюбителей есть уникальная возможность в часы пик постоять в пробках в обоих направлениях на этом участке дороги. Хотя, что в этом уникального? Татьяна Бурумбегера, Сомолесенков, телеканал «Репортер».